Высказывайте свое мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина. Будь в центре событий. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Народная волна». Меня зовут Сергей Зацепин. Я сегодня соло в студии один. Так что рассчитываю на вас, на вашу поддержку. Приветствую всех, кто слушает нас по радио, кто слушает нас через наш веб-сайт radioNVC.com. Ну и, конечно же, привет всем, кто смотрит нас на YouTube-канале. А начну с приятной новости, с хорошей новости. Вы знаете, что судья Верховного суда, Кларенс Томас, был в госпитале. И мы очень переживали по этому поводу, но вот пришло сообщение, что его из госпиталя выписали. Значит, надеюсь, что все в порядке. Потому что это один из тех судей, на которых еще держится Америка. Держится американизм и принципы американские. Вот сейчас, похоже, Верховный суд пополнится левым радикалом. Сейчас идут слушания в Сенате и, ну, так или иначе, утвердят, я думаю, и пополнится. Если судья Брэр был либерал, то судья Джонс, которого утвердят на должность судей Верховного суда, а это просто радикальная левая с российским уклоном женщина, которая, женщина, я сказал, женщина, хотя, наверное, напрасно назвал ее женщиной, потому что, когда сенатор из Теннесси задал ей вопрос, вы можете дать определение женщине? Она сказала нет. Если спросить ребенка, там, в третьем классе, чем отличается мужчина от женщины, ребенок, наверное, скажет, у женщины есть вагина, у мужчины есть тенис. А вот судья Верховного суда будущее понятия зеленого не имеет, что ж такое женщина. Так, что еще у нас? Да, телефон в студии 847-400-5200, если вас интересует какая-то тема, если я смогу, если интересуют какие-то вопросы, если я смогу, я с удовольствием отвечу, если нет, то в следующий раз. А пока вот о чем. Бывший президент Дональд Трамп, вы, наверное, уже слышали чуть подробнее об этом, подал в суд на бывшего кандидата в президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и человека, который составил на него печально известное досье Стилла, получая деньги от ее компании, кстати. В иске, поданном в Федеральный суд Флориды, говорится, что Клинтон и бывший британский шпион Кристофер Стилл вместе с еще примерно 30 другими лицами организовали заговор с целью создания ложного повествования о том, что Трамп вступает в сговор с российскими актерами. Действия, предпринятые для реализации схемы, фальсификация улик, обман правоохранительных органов и воспользование доступа к высококонфиденциальным источникам информации, настолько возмутительны, подрывны и подстрекательны, что даже события у Уолтергейта меркнут по сравнению с ними, говорится в 108-страничном иске. Под прикрытием «исследования оппозиции», «анализа данных» и других политических уловок обвиняемые гнусно стремились подорвать доверие общественности, говорится в заявлении. Они работали вместе с единственной корыстной целью – очернить Дональда Трампа. Действительно, их далеко идущий заговор был разработан, чтобы подорвать кандидатуру Трампа на пост президента, сфабриковав скандал, который будет использован для запуска необоснованного федерального расследования и разжигания безумия в средствах массовой информации. Стил составил досье на основе, как он утверждал, источников внутри России. В 2020 году выяснилось, что его основным источником является Игорь Данченко, который находился под следствием федеральных агентов на предмет того, что он, возможно, был российским шпионом. Национальный комитет Демократической партии и компания Клинтона заплатили Стилу за его работу, которая была предоставлена репортерам перед выборами 2016 года. В итоге Трамп выиграл выборы над Клинтоном, но после того, как стал президентом, в течение многих лет его преследовали обвинения в сговоре. Специальный советник Роберт Малер в конечном итоге не нашел никаких доказательств заговора или координации между Трампом и его компанией русскими. Многие утверждения, содержащиеся в досье, позже были признаны ложными, а другие так и не были доказаны. Клинтон, Стилл и ДНС, это Демократический национальный комитет, были названы ответчиками по иску. Другие, включая Fusion GPS и ее оперативников, которые помогли подготовить и распространить досье, Данченко и адвокат Клинтон Майкл Сассман, оба обвинены во лжи ФБР и в рамках расследования спецпрокурора Джона Даррама. Также бывшие сотрудники ФБР Джеймс Коми, Эндрю Маккейб и бывшие агенты ФБР Лиза Пейдж и Питер Страк. Кевин Клейсмит, бывший юрист ФБР, который подделал электронное письмо, в котором говорилось, что бывший партнер компании Трампа не был активом ЦРУ, хотя в первоначальном письме говорилось, что он был активом, также является ответчиком. Ответчики либо не сразу ответили на запросы о комментариях, либо с ними не удалось связаться. В жалобе говорится о преступлениях, включая сговор, кражу коммерческой тайны и воспрепятствование правосудию. Жалоба требует возмещения убытков на сумму не менее 24 миллионов долларов и суда присяжных. Ну, на самом деле, иск правомочен, по-моему, уже ни для кого не секрет, что это был действительно заговор, уже факты все налицо, уже подтверждено, доказано. Ну, вот теперь осталось доказать это в суде. Как будет проходить суд, никто не знает, и я вам сказать не могу, и чем он закончится, тоже никто не знает. Потому что на протяжении многих лет, скажем, семейка Клинтонов нарушала закон, руководители спецслужб нарушали закон, вроде бы какие-то расследования проводились, но в итоге никто не был наказан, никто ни за что не ответил. Как закончится этот иск? Я не знаю, если у вас есть какие-то на этот счет предположения, то вы можете позвонить в студию по телефону 847-400-5200. Вообще уже такое количество скандалов, причем не просто скандалов, так сказать, морального свойства, а криминальных скандалов, и по-прежнему никто ни за что не отвечает. Ну, потому что эти скандалы касаются демократов. Мы не раз говорили, что какие-то, как минимум, двойные стандарты существуют, для них одни законы, и мне не так. Для нас законы писаны, а для них законы не писаны, и поэтому они остаются безнаказанными, хотят, позволяют себе все что угодно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Сергей, мне хотелось бы, конечно, чтобы Трамп выиграл и стал нашим новым президентом, но это, как говорится, не от нас зависит, к сожалению. От кого это зависит? Это зависит от судей, какому суде попадет это дело. Здесь речь не идет о том, чтобы Трамп стал президентом, здесь речь идет о том, Я бы хотела, чтобы он стал. Понятно. Здесь речь идет о том, что они нарушили закон. Я понимаю, чтобы он выиграл процесс. Да, и, так сказать, чтобы они получили по заслугам, нарушая закон. Ну, хотелось бы. Понятно. А вот у меня, знаете, какой вопрос? Я не знаю, или вы слышали анализ вот того, что наш нынешний, так называемый, пациент, затягивает и как бы тормозит помощь Украине. Мы об этом поговорим обязательно. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо за такой доклад, который все должны несколько раз прослушивать вас. Наконец-то, может, они в ноябре подумают. Но всем закончится. Я потом приведу. У меня еще есть материал, который говорит о статистике, как раз как влияет информация на людей, на избирателей. Хорошо, давайте что-то вы еще хотели сказать. А, я хотел добавить по поводу вашего вопроса, чем закончится суд. Ну, я не Кассандра, но это спрут настоящий. И вряд ли он чем-то закончится, он будет десятилетиями длиться. Вот же Мюллер... На ум приходит реплика, а судей кто? Да-да-да, правильно-правильно. Вот, это спрут и все. Дальше, этот Мюллер, этот известный, как его представляли, там, честный, там, то-сё, пятое-десятое, нанял 19 прокуроров, всех демократов, которые за ваши деньги, за наши деньги пили кофе и что-то там выковыривали откуда-то. В результате, смотрите, как он слинял. Он ничего не нашел и не смог сказать, а виновен или нет. И отдал конгрессменам. А нахрена 50 миллионов потратили. Скажите. Там же сторонники демократической партии, адвокат, ну, они же все лаера, юристы, которых он набрал. Они, некоторые из них, получают там полторы тысячи долларов в час. Вот, для поддержки штанов этих негодяев, этой мафиозной структуры, собственно, деньги на логоплательщиков и тратились. Ну, представляете, полторы тысячи долларов в час вы сейчас будете передачивать и зачат. Я не буду называть ваши доходы, но, я понимаю, они несравнимы. А те ложь, а те ложь за целый час, как же ему закрыть этот день на 8 тысяч? Как же ему закрыть, что же надо записать, какую из записков? Просто это врут самый настоящий. Его можно только одним способом. Ну, я не буду. Кольт уронил всех. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Действительно так. Вообще, честно говоря, я вспоминаю, когда были слушания по окончании этого дурацкого расследования, когда Малер выступал на слушании в Конгрессе, он произвел впечатление человека в деменции. То есть, вот, примерно в таком же состоянии, если не в худшем, чем наш пациент Белого дома. Он такой рассеянный, он не слышит вам, или он дурака включил, просто играл дурака, или он действительно уже возраст, так сказать, берет свое, и он такой был, он не понимал вопроса, он по нескольку раз переспрашивал, глазами где-то играл. Да. Ну, хорошо. Очень хочется верить в то, что правосудие восторжествует, но, к сожалению, опыт последних лет показывает, что надежд на это не так уж и много. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый. Давно не говорили. Вернулся на, так сказать, в Чикаго, после Флоры, как будто побывал в другой стране вообще, не говоря и про Джорджио, и Тенниси, где я объездил. Слушайте, я сегодня смотрел Нюнекс, вы знаете, Тунстанция, и они сейчас сказали, что это левая мразь, это нечто, копает под Клэренса Крамаса, что его жена, она белая женщина, что она сказала, что, мол, выборы были нечестно выиграны, и теперь чего не, ну, на нее уже копают, а на него, или он знал об этом, вы понимаете, они не могут, они не могут, чтобы правые люди, консервативные, сидели или в Супримкорте, или были президентами страны, для них это неприемлемо, ни в какой степени. Это, если я не ошибаюсь, сенатор Уэйдена, такой гнусавый, мерзкий, не-не-не-не-не, призвал, так сказать, рекюст Томаса Кларенса, судью Кларенса, значит, отозвать себя при рассмотрении вот этих событий 6 января. Мерзостные люди, мерзостные люди собрались в этой мафиозной структуре, к сожалению, к великому сожалению, среди республиканцев достаточно моральных уродов. А вы знаете, что кто-то из республиканцев будет голосовать за Супримкор, это аутрейгер, кого не хотят вшуну туда, вы понимаете, это есть такие республиканцы, я думаю, из демократов я не слыхал, этот сенатор Менчин, да, он сказал, что он будет голосовать он за нее проголосует, так он сказал, во всяком случае, я не знаю, что кто из республиканцев и будут ли они, поддержат ли они кандидатуру, но в принципе при любом раскладе, там 50 на 50 и плюс эта девушка, которая второе лицо в государстве, она проголосует, так что они ее утвердят, хотя я еще раз говорю, столь радикальных еще не было. Вообще, как вам, вот так, если подумать, когда страна не может процветать, страна катится в пропасть, когда людей при приеме на работу при, так сказать, определяют по цвету кожи, по половой принадлежности, это безумие, не по их качествам, не по их характеру, а по цвету кожи. Ну, они этим бравируют, Сергей, они бравируют первый президент черный, Обама, ну, я пода, начнем еще сдалека, когда был у нас мэр ваш, мэр вашингон, полнейший провал, зато он был черный, да, а вы помните, как у мэр города Нью-Йорка, первый, когда был хороший мужик, но полнейший провал был, полнейший, но главное это, вы понимаете, теперь будем жаль, когда у нас трансгентр станет президентом, вот это будет счастье. Это, это путь, это путь в забвении. Спасибо, Аликс, спасибо. Так, у нас еще есть несколько минут в этом части, поэтому перезвоните, пожалуйста, я видел, что звонили, не дождались, 847-400-5200. Еще раз говорю, страна обречена на разрушение, если выбирают или назначают по цвету кожи, по цвету кожи и по гениталиям. Вообще странно, то они утверждают, что она сама, кандидат в Верховный суд, не знает, что такое женщина. А пациент Белого дома сказал, что я обязательно буду представлю женщину, да еще и черную. А кто сказал, что она чувствует себя, как белая, а может она вовсе и не женщина, может она себя чувствует мужчиной или пылесосом. Кто его знает? В общем, бред какой-то. И мы живем в этом бреду, и люди, которые голосуют за демократов, этого бреда или не понимают, не видят, или не хотят понимать. Это же абсурд, то, что происходит. Нет, они это поддерживают, они голосуют за это. Пожалуйста, в эфире. Да, я хотела просто напомнить, что когда Малер выступал, так на вопросы демократов он отвечал. А на вопросы республиканцев мялся, что-то там Мэкл, Бэкл, Мэкл, что-то такое вообще было непонятное. Я не помню, я не в курсе, я не знаю, я не что. Получается, что он получил вопросы демократов заранее. Конечно, чтобы вы даже не сомневались. Потому что он, как вы говорите, еще в худшем состоянии был, и тогда мы еще подумали, что все дела был не он, а вот этот вот, как говорится, злой гений демократической партии, который, я уже забыла, как его зовут. Все зовут, истории его забудут, потому что это негодяи из негодяев. Чтобы его не было нигде больше. Это тот, который собирался праздновать победу Хиллари Клинтон, ну, деньги давал на избирательную кампанию, и уже прибежал туда, оказалось, осечка вышла. Да. Дай Бог, чтобы в этот раз мы не это самое, не оплашали. Да. Спасибо. Спасибо. Ну что, наверное, сделаем небольшой перерыв. Если есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, то всегда милости просим. Сейчас, наверное, прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вернемся и продолжим. Продолжаем нашу программу. Я обращаюсь сейчас к тем, кто смотрит нас на YouTube или на Facebook. Не забывайте ставить лайки. Если вы смотрите нас на YouTube, там есть такая опция Share, то есть поделиться. Поделитесь. Чем больше людей узнают, чем больше людей посмотрят. Я думаю, что эта информация будет всем полезна и нам поможете заодно. Так что, если смотрите нас на YouTube, не забудьте поделиться с вашими друзьями, знакомыми, которые, может, еще не знают наш канал. То же самое на Facebook. Мы сейчас ведем прямую трансляцию и на YouTube, и на Facebook. Поэтому тоже у вас есть возможность поделиться этим видео. И люди, которые, может быть, не знают, что или не являются нашей страничке, страничке радио Facebook, у них будет возможность увидеть и услышать. Ну, а если вы не пользуетесь Facebook, вы наверняка не встретили этот материал, этот текст, интересный. Дианис Спектр, как всегда, интересный текст. У него довольно много. Вот я, когда натыкаюсь на его тексты, они всегда вызывают у меня интерес, мне хочется ими поделиться. Вот, в частности, он пишет, по ходу Третьей мировой войны защитники своей страны в Украине многое делают в первый раз. Впервые ведут полномасштабную войну с одной из лучших армий в мире. Так, во всяком случае, до начала боевых действий нам рисовали путинскую армию. Впервые сбивают российские самолеты и корабли противника, впервые уничтожают в таких количествах российских военных. Впервые в реале столкнулись с военными силами страны, которую боится весь мир. Интересно, а сколько еще раз лидер свободного мира публично объявит по радио, что ни в коем случае ни Америка, ни НАТО не начнут боевых действий в Украине против России? Товарищи россияне, мы не вмешаемся и не вмешиваемся и не будем вмешиваться и не собираемся вмешиваться, звучит в тысячу первый раз шарманка наших дней из белого американского дома. Впервые армия Украины дает достойный ответ российскому сапогу, который без приглашения ворвался в украинский дом. Первый блин не совсем комом. И вот сегодня в кулуарах Белого дома, глядя, как воюют украинцы, уже заявили о том, что Украине вполне под силу возвратить себе захваченные в результате варварского вторжения миролюбивых в кавычках соседей территории. Дай-ка Бог. Впервые за последние годы мир увидел такую мотивированную страну, как Украина. Поражает, как страна сплотилась перед страшной угрозой, пришедшей от доброжелательных братьев. Кавычки. Немолодые люди в Украине идут в военкомат по доброй воле. Война, которую ждали, но в мыслях не допускали. Так часто бывает в жизни. Теоретически это возможно, но когда вторжение реально произошло, общество испытывает шок, который быстро проходит и начинается борьба не на жизнь, а на смерть. Сегодня можно часто услышать от тех, кто старается путинский геноцид хоть как-то понять и простить. Невероятные факты, от которых реально сносит башку. Существует такая позиция. Путин, конечно, не прав, но... Затем начинается перечисление военных операций Америки в мире. Не сомневайтесь, не наивный мой главный аргумент защитников путинской войны, кто пытается оправдать нападение российского сапога на Украину. Это Югославия. Случилось это в 99-м году в разгар сексуального скандала между саксофонистом и Моникой. То есть на тот момент скандал немного поутих, но уже очень хотелось Клинтону войти в историю не шелунишкой из овального кабинета, а победителем войны. Уверен, все прекрасно помнят разворот в небе самолета Примакова, когда военные НАТО начали бомбить Югославию. Маленькая победоносная война всегда оттягивает на себя многие проблемы. Правда, тут надо отметить, как закатывали в асфальт в те годы боснийских мусульман. Милошевич в то время президент Югославии стал практически организатором по истреблению мирных жителей. Америка и НАТО вмешались. Геноцид прекратился. Стала ли Америка присваивать себе чужие территории? А ведь могла? Лейтмотив тех, кто хочет, кто очень хочет перевести стрелки преступления Путина на американские военные операции в мире смешон и неуклюж. Да и кто утверждает, что Америка всегда все делает правильно и гуманно? Снесли процветающую Ливию при Обаме, организовали революцию в Египте, посадив исламистов у власти, опять-таки при Обаме. Правда, затем военные вернули страну и взяли власть в свои руки. Операция в Ираке, как оказалось, с течением времени была спорной, «Но какое это имеет отношение к войне, которую затеял Путин?» Пытаясь понять логику человека маленького роста, который мстителен, кровожаден и накапливает свои обиды. В один прекрасный момент он моргнул первым, что мир и увидел 24 февраля 2022 года. Иногда мне кажется, что войну накликали. Ее звали, провоцировали, объявляли и переносили сроки. Тут бы психологом поработать. Мир имел дело с необыкновенным клиентом с явными психическими отклонениями. Его загнали в угол, совершенно не понимая, что Путин способен сорваться в любую минуту. Проморгали эффект гопника. Конечно, это не является оправданием для нападения. Я просто стараюсь понять, что стало последней каплей для Путина принять единоличное решение бомбить и уничтожать Украину. Сегодня это уже совсем не важно. Когда страна ЗИ находится в зоне, где правит балом ОПГ, менталитет жителей страны за поребриком приобретает привкус гопников. В политических играх всегда присутствует много фальшивых слов, комбинаций и дипломатических интриг. Выигрывает не тот, кто обзывает своего соперника убийцей. Примерно как надо побеждать, главаря ОПГ показал Трамп. Он гладил Путина и одновременно держал его на коротком поводке. Трамп не позволял российскому президенту иметь баснословные доходы от продажи нефти. Не обзывался, а умной и грамотно играл в политические шахматы и за это его забрасывали помоями со стороны левого лагеря. Политическая игра Трампа против Путина привела к относительно спокойному времени, а главное Украина смогла избежать полномасштабной войны с Россией. Байден совершил геройский поступок, обозвав Путина убийцей. Результат байденовской дипломатии мир увидел 24 февраля этого года. Логика адвокатов дьявола примитивна до неприличия. Мой сосед изнасиловал кошку, а мне почему нельзя? Они убивают, им можно, а почему нам запрещено? Когда страна Зи живет по понятиям, тогда у тех, кто поддерживает главного гопника, есть право на оправдание его преступлений. Были сторонниками, остались соучастниками. Америка никогда не меняла карту мира, как это постоянно делает страна Зи. Как сложится в дальнейшем путинское кровопролитие? Предсказывать дальнейшее развитие событий крайне сложно, хотя Арестович звучит всегда как хороший антидепрессант. Однозначно нужно отметить, Украине удалось развенчать миф о непобедимой Красной Армии. и это что особенно важно так же произошло впервые. Вот такой текст. Я знаю, что разные отношения к тому, что происходит есть. К сожалению, действительно, есть люди, которые оправдывают то, что происходит сейчас в Украине. А, к сожалению, и некоторые американские консервативные комментаторы и журналисты пытаются ну, как бы объяснить, что да, вот информация о том, что биолаборатории имеют место быть, что Украина превратилась в ландромат по отмыванию грязных денег. И это все действительно правда. Я в самом начале сказал, когда эти события стали разворачиваться, я сказал, давайте мы забудем про политику, давайте мы остановим это кровопролитие сначала, поможем тем людям, которые страдают, которые действительно, жизнь которых подвергается опасности, а уже потом будем разбираться. И, безусловно, неблаговидную роль сыграла Америка в судьбе Украины. Безусловно. И, безусловно, в Украине есть люди, которые несут значительную долю ответственности за то, что происходит. Но это никак не оправдывает то, что происходит сейчас в Украине. Это никак не помогает тем жертвам, которые сейчас есть в Украине. Вот о чем идет речь. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Вот я сейчас вспоминаю, где-то недели за две еще до вторжения я на BBC видел интервью с, он, как его называют, председателем армейского комитета нашего конгресса. Такой демократ, который 20 лет, фамилии я не помню, 20 лет он в этом комитете заседал, теперь стал его председателем. И вот ему ведущий задает вопрос, почему НАТО не хочет принимать Украину. Это было недели за две до вторжения. И он отвечает, да потому, что просто украинская армия не готова. Вот она не соответствует тем параметрам, которые существуют в армиях НАТО. И вот я тогда сразу подумал, а что, когда принимали Прибалтику, их армии соответствовали, а румынская армия соответствовала. Понимаете, то есть вот это вот нежелание, вот Запад хотел сдать Украину. Украинцы сопротивляют, ну, показали, что они сопротивляются, и поэтому Запад сейчас должен идти на попятную. Но я думаю, он продолжает надеяться, что Украина все равно сдастся. Потому что его действия вот как бы ведут именно к этому. И Байден продолжает давить на Зеленского, чтобы он сдался, как ни крути. вот это вот странно. Да. Вообще на фоне громких заявлений о выделяемых суммах и так далее, по-прежнему президент Зеленский говорит о том, что нам не хватает вооружения, дайте нам вооружение. То есть с трибун заявляются громкие слова, называются огромные, колоссальные суммы, там 13,6 миллиардов долларов. Но эта сумма называлась лишь бы для того, чтобы протолкнуть полтора триллиона долларов выброшенных денег. еще один в транш огромное количество денег, которые банкротят нашу страну, которые разрушают экономику нашей страны, за которые последует еще большая инфляция. А инфляция это налог на всех. Но, скажем, человек, который зарабатывает полторы тысячи долларов в час, для него эта инфляция как бы по барабану, а человек, который получает, я не знаю, тысячу, две тысячи, три тысячи ограничено в месяц, для него эта инфляция весьма существенна. Так что эта администрация, эта партия, эта мафия по-прежнему продолжает уничтожать средний класс и ведет к обнищанию этой страны. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я согласна с предыдущим звонящим, но, кроме того, я слышала украинского аналитика, не помню точно имя, но ему тоже задали вопрос, почему так медленно поставляют оружие. И он сказал, что это и партийные эти самые интриги, но цель Байдена дотянуть войну до августа, для того, чтобы как бы в августе они на белом коне въехали в белый дом, а в конгресс. Абсолютно справедливое замечание. Сейчас я приму ваш звонок. Это действительно, в этой войне Байден и демократическая партия заинтересованы в этой войне больше, чем кто-либо. Даже Путин не так заинтересован в этой войне, как Байден. Тот просто загнан в угол и не знает, куда ему деваться, теперь, как сохранить лицо. Что касается НАТО по отношению к Украине, это были такие НАТО, при том, что все понимали, что НАТО не примет Украину в состав НАТО, Германия никогда не проголосует за это. Нет, тем не менее, они подавали надежду, подавали надежду, так сказать. Я не знаю, это такое состояние тлеющее поддерживалось. С какой целью? Может быть, с этой целью, чтобы развязать эту войну? Может быть, чтобы потом ее использовать для того, чтобы демократы могли что-то творить подобное? Или это в глобальных целях? Что, мол, дескать, мы все объединившись, все вместе, отдав свой, каждая страна передаст свой суверенитет международным специалистам, и тогда мы сможем со всем совладать? Это, по-моему, звенья одной и той же цепи. Это глобальная пандемия, это безумие с борьбой с глобальным потеплением, это, по-моему, звенья одной и той же цепи. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, Сережа? Да. Добрый день, еще раз. Вот я только хотел вот это добавить, что вы сказали, потому что вы прочитали статью, с которой я на 99% согласен. Значит, а вы сейчас все это сказали, почти один в один. Все это, это целая программа, которую туристичные украинцы, ну, мы люди простые, не видим. Но я не пророк, я вам скажу прямо, я оттуда глубоко знаю все, что там происходит. А после позорного бегства, позорного бегства великой страны из Афганистана, на второй день я сказал своей жене, сейчас они займутся Украиной. Оно так и случилось. Они подталкивали, и за эти 8 лет они все время поддерживали воинствующие нарративы в Украине вернуть земли, вернуть земли, вернуть земли. Это тоже играет большую роль. Кроме того, я скажу всем, что все слышали, ее раскладывали долго последовать на Украину, покупали ее с потрохами, потому что во всех государственных больших компаниях сидят в наблюдательном совете американцы. Они советуют, они подсказывают, молодые люди ездят в Америку, им рассказывают свобода, мир, счастье, все такое. А в это время НАТО действительно двигалось на восток. Действительно. А Путин об этом говорил. Вы что, не слышали? Вы что, не слышали, что он говорил вам все время, это нам плохо? Я не оправдываю страну, которая напала. Это моя страна, я не могу туда никуда поехать с 2014 года. Но я живу здесь, и мое сознание раздваивается. Что ж такое? Меня воспитывали Америка, Америка, а здесь спрут творит. Им война нужна. Байдену нужна война. Все. Вот кто бы что ни говорил, они будут слезы проливать. Они будут вам рассказывать, какие украинцы молодцы до последнего украинца. Они будут это делать, потому что им это надо. Они спланировали это давно-давно. К сожалению, если вы не пойдете голосовать в ноябре за хотя бы здравый смысл, я знаю, что Америку не сдвинешь четыре года, один президент, другой президент, но хоть как-то подвинуть, отодвинуть падение морали окончательно в этой стране. Как-то подвинуть, а не только думать о том, что вас это не касается. Вас касается. Ваш президент американский разрушает Украину. Не защищает. Разрушает. Поймите правильно. Я кричу просто. Просто силу. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Перезвоните, пожалуйста. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я хочу спросить. Вот рассказывают нам про биолаборатории. Вот интерес. Но биолаборатории, как они рассказывают, находятся в городах Киев, Харьков, Львов и так далее. А что, взяли уже эти города? Есть какая-то форма доказательств. Нам показали эти лаборатории или нам показали какие-то нарисованные стрелочки и таблички. А тогда в чем разница между пробиркой Колина Павлова, которую он махал на сессии ООН и нарисованными вот этими табличками? Теперь про страны надо. И про страны надо. Но они двигаются так. Они же находятся на территории прибалтийских стран и Польши и так далее. Говорят, летают самолеты НАТО. Так сбивайте самолеты НАТО. Что ж вы напали на страну, которая на данном этапе к НАТО не имеет никакого отношения. И все понимают, что в НАТО ее никогда не возьмут. Что ж вы напали на страну, которая к НАТО не имеет отношения. Ее не возьмем. Вот человек говорит о том, что говорили, не двигайте НАТО на восток, нападайте на те страны, которые вошли в НАТО. Ну и как к этому относиться? Спасибо. Значит, что касается... Сейчас я дам вам слово. Что касается биолабораторий, что в них делалось и как в них делалось, никто не знает, такой информации нет. То, что рассказывает российская пропаганда, так сказать, я бы этому не стал верить. Но то, что такие лаборатории есть, просто во время слушаний в Сенате на вопрос Марка Рубио, сенатора Рубио, Нуланд сказала, да, лаборатории есть, и мы очень боимся, чтобы материалы из этих лабораторий не попали в руки русских. Мы не знаем, что в этих лабораториях, но мы можем спекулировать, догадываться, предполагать. Вот я бы так ответил. Но то, что лаборатория есть, это признала замминистра иностранных дел США. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сережа, вы начали программу без политики и выслушали монолог одного сепаратиста бывшего, что Америка виновата в войне. Не Путин виноват, а Америка виновата. Ну, может, хватит политики уже. Путин уже не только завоевывает Украину, он грозит ядерной кнопкой всему миру. Вообще, насчет ядерной, сейчас, на одну секундочку, на одну секундочку. Вы знаете, я тут по Ютьюбу гулял и наткнулся на какого-то блогера. Я не очень их смотрю, но просто мне наткнулся на него и он рассказывает о том, что Польша намерена напасть на Россию и Польша стягивает войска к границе. Я подумал, о, это же готовится, это же готовится повод для того, чтобы Россия пошла еще дальше, то есть пошла на Польшу. Потому что... Можно я вас перебью? Я как раз борюсь с такими блогерами. У него два канала, это Саша во Флориде. Нет, это другой... Это его блог. Нет, это какой-то другой был российский блогер. Я не знаю, российский или какой, но это не Сашево. Но тут в Америке хватает таких. Это не Сашево во Флориде, это другой какой-то человек. Но неважно. Значит, они аналогичные статьи, аналогичные блоги. Одни и те же. То есть, на самом деле, это такая моральная подготовка. То, что Польша стягивает границам войска, даже если она это делает, это нормальная реакция на то, что происходит в соседней Украине. Украина... Вы помните, сколько кричала русская пропаганда это наши границы. Да, это учение у нас и так далее. Мы не собираемся нападать. То есть, на самом деле, вот это дает основание полагать, что Россия вполне может не остановиться на Украине. То есть, во всяком случае, в планах такое может быть. Но что... Я просто вам хочу сказать, я иногда... Мне хватает минут на пять слушать этого Соловьева, а они в открытую сейчас говорят. Да. Просто в открытую о ядерной войне, что им все сейчас... у них кинжал есть какой-то. да, да. Спасибо. Спасибо большое. И у нас очень... У нас 30 секунд времени. Добрый день. Алло. Да. Алло. Я в 10 секунд скажу вот этот звонящий, который сказал, все паратистики, это я звонил. Я ему посоветую меньше есть русской колбасы копченой. Давайте не будем друг на другу. Это не имеет смысла. Это ровным счетом не добавляет нам ни информации, ничего. Давайте друг на друга не будем. И, кстати, предыдущему звонящему тоже. У человека свой взгляд. У одного может более глубокий взгляд, у другого более поверхностный. Не потому, что они... Что касается, к сожалению, роли Америки в том, что происходит в Европе, ее невозможно недооценить. все, что происходит в Америке, так или иначе, аукнется во всем мире. Спасибо, друзья. Спасибо большое за то, что приняли участие в программе, за то, что слушаете, звоните. Еще раз напомню, если вы смотрите нас на YouTube, не забывайте поделиться нашим видео со своими друзьями, знакомыми. То же самое относится к тем, кто смотрит нас на Facebook. Субтитры сделал DimaTorzok